Стали известны новые подробности сделки по продаже миллиардером Михаилом Прохоровым своей доли в компании «Полюс золото». По версии газеты «Коммерсант», бизнесмен, прописанный в Красноярском крае, может передать акции компаньону и совладельцу золотодобывающей компании Сулейману Керимову почти за 4 миллиарда долларов. По мнению красноярских политиков и бизнесменов, стороны ударят по рукам в ближайшее время. Какую выгоду от этого может получить наш регион, узнавал Сергей Кузовков. Зачем миллиардер Михаил Прохоров продает свой бизнес? Получит ли Красноярский край какие-либо дивиденды от сделки? И оставит ли олигарху себе красноярскую прописку? Ответ на этот и ряд других вопросов сегодня пытается получить красноярская политическая и бизнес-элита. Все-таки Прохоров нашему краю человек не чужой. Именно в нашем регионе платят налоги. Информация о том, что группа «Анексим» бизнесмена Михаила Прохорова все-таки продает свои 38% акций в «Полюс Голк» появилась еще в сентябре прошлого года. Подробностей будущей сделки тогда было крайне мало, но с каждым днем появлялись все новые условия. По данным коммерсанта, покупателям пакета стоимостью около 4 миллиардов долларов станет второй совладелец «Полюса» – миллиардер Сулейман Керимов. Бизнес Михаил Битлевич заключается в том, что он покупает активы, а потом их продает. В свое время так было и с «Нарийским никелем», и с другими структурами. Что касается «Полюса», это все дело к тому, что рано или поздно эти активы своих Прохоров продаст. Я думаю, что Михаил Битлевич, несмотря на все его разговоры о том, что он уйдет из бизнеса в политику, мне кажется, что это лукавство, потому что он все-таки бизнесмен. Кстати, информация о продаже Прохоровым в своей доле привела к резкому росту котировок «Полюса». Компания подорожала более чем на 10%. Капитализация составила 10,5 миллиардов долларов. С начала года они подросли больше, чем на 20%. В принципе, это еще не предел, акции продолжают расти. Другое дело, что есть такие слухи, что акции будут менять на какую-то новую объединенную компанию. Второй акционер «Полюса» – это Сулейман Керимов. И он со своими партнерами также владеет полиметалом другой компании, которая бывает также серебро. Вот эти компании могут объединиться в какую-то новую фишку, это будет также выгодно, и все заработают. По некоторой информации, группа «Анексим» и инвесторы запросили одобрение структуры сделки у комитета по слияниям и поглощениям Великобритании. Если сделка состоится, Михаил Прохоров лишится своего последнего крупного актива. По мнению председателя Краевого союза промышленников и предпринимателей Михаила Васильева, бизнесмен наверняка провернет сделку для себя максимально эффективно. Сейчас главное уговорить миллиардера побыть еще красноярцем. Олигарх по-прежнему прописан в поселке Яруда Северо-Ненесейского района. Предположим, что все доходы от продажи будут продекларированы как доходы физического лица, что на самом деле не факт, потому что не Прохоров владеет акциями «Полюс Голд», а там «Анексим», какие-то аффилированные структуры, кто-то еще. Но в этом случае можно рассчитывать, если цена справедливая, о которой говорят сегодня в прессе, что он может даже превысить тот рекорд, который был в 2009 году. И в этом смысле нам-то надо каким-то образом уговаривать его оставаться здесь в крае. Директор филиала коммерческого банка Александр Воронов считает, что Прохоров к сделке подготовился уже давно. Продавать свою долю решил именно сейчас, скорее всего потому, что золото сегодня стоит максимально дорого, и в цене расти. В ближайшее время ментал, если и будет, то совсем не на много. То, что он избавляется от активов, это уже не первый раз. Он очень удачно вышел из норильского никеля, когда сам металл стоил порядка 30 тысяч за тонну, а сейчас он и он еще довольно низко стоит. Возможно, он сейчас выходит тоже из «Полюс Голд» уже, то есть из этой компании, и может он тоже видит максимальные цены на золото. Напомним, компания «Полюс» в нашем крае владеет тремя месторождениями, сама известная из них – Олимпиадинская. Если на момент продажи актива миллиардер не сменит регистрацию, то краевой бюджет может вновь пополниться значительными налоговыми отчислениями со сделки. Помимо Прохорова мы с вами знаем, что в крае уже там больше десятка миллиардеров легальных, те, которые… рублевых, правда, но те, которые показывают свои доходы и платят с них налоги. И в этом смысле такой вот добавочек по доходному налогу, он очень-очень полезен. А могу вам сказать, что вот за 11 месяцев прошлого года, то, что показывает налоговая служба, край уже получил более 42 миллиардов рублей таких налогов, и это существенно в этом смысле. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мы телефон 292-5504 или пишите на сайт афонтово.ру. Сергей Кузовков, Михаил Ткачук. Афонтово. Новости. Новости.